Виталий, приветствую тебя! В эту среду крайне интересную день, когда на рынок в моменте приходят новости о том, кто же все-таки локально пока что лидирует в президентской гонке. Я думаю, что пару слов можно будет поделить сегодня этому событию, потому что события, не будем его недооценивать, безусловно, события очень важные. Мы прекрасно помним на опыте, как выборы влияют на поведение инструментов. Ранее, друзья, мы вас предупреждали с Виталием быть готовыми к любой волатильности, даже мощной, контролировать загрузку депозитов, следить за плечами. Это сейчас очень важно. Даже какую бы пару в моменте не рассмотреть, легко можно увидеть за очень короткий промежуток времени движение по полторы-две фигуры вверх и потом вниз. Это как раз и есть доказательство того, что когда рынок не может определиться с тенденцией, более предпочтительной для себя, реагирует на каждое изменение новостного фона. Пришла новость о том, что лидирует Трамп, одна реакция, лидирует Байден, другая реакция. У меня в моменте открыт сайт, где я смотрю распределение голосов по штатам касательно того, у кого больше вероятности, за кем эта вероятность сохраняется относительно выборов. Напомню, друзья, то, что президент, имя президента в штатах определится не всеобщим голосованием, а коллегии выборщиков. Им нужно набрать 270 голосов текущим кандидатам. И вот самая актуальная инфа у Байдена – 236 голосов из 270 необходимых, у Трампа – 213. Но могу точно сказать, что те штаты, которые еще не до конца проголосовали, это самый важный Техас, конечно, для Трампа, где точно его поддержат нефтяники. Там количество именно голосов у выборщиков, скажу точно. 38. То есть, если добавить сюда еще оставшуюся часть Флориды, где тоже серьезно… Трамп. Да, там тоже, мне кажется, за юг, за Трампа, да. 29 выборщиков, то есть 29 голосов. То есть, получается, Флорида, где 29, ну, скажем, 30, ладно, и Техас, где 38. Вот 68, получается, голосов. Добавляем к текущему, уже набранному уровню поддержки 213. Вот как раз получается потенциально 270. Конечно же, ситуация может измениться. То, что все еще непредсказуемо. У нас выборы были столь же интересными в 2016 году, когда, казалось бы, точно должна была одержать победу Клинтон. Но каким-то чудесным образом штаты, сомневающиеся в самый последний момент, отдали предпочтение все-таки Трампу. Виталий, я понимаю, что в таких условиях очень трудно сейчас строить какие-то прогнозы, делать, ставить ориентиры, рекомендовать, потому что мы с тобой обычно, заходя в рынок, даем довольно консервативные уровни стоп-лосса. Сейчас на этой волатильности, ставя их ближе к рыночной цене, мы рискуем, в принципе, ну, точно спровоцировать неизбежно, что эти уровни будут сработать. Ну, все-таки давай попробуем. Сегодня, так, секундочку, как и в прошлый раз, я вернусь к тем рекомендациям, которые давал ранее. Давай, демонстрации. У меня даже вчера, мне знакомый скинул на каком-то ресурсе, ну, там, где ставки ставить, соотношение, то есть, получается, коэффициент, коэффициент у этого, у Байдена был один, сейчас я скажу, картиночка, 1,55, я не знаю, какой это там сайт, 1,55, а у Трампа 2,45, получается. Ставили больше на Байдена, да, аналогично. И в СМИ это муссировали, что Байден победит. И то же самое, как и на прошлых, да, что ставили ставку, как всегда, очевидные. Вот как было, если смотрел футбол, это был чемпионат Европы или что? Когда там Исландия хорошие места заняла, да, такие маленькие страны Европы, которые там победили, и коэффициент там был большой, и в зуле всех по полной. То есть не только в этом направлении. Да, в политике, в принципе, то же самое, и ставка, конечно, ты меня удивил, сейчас 2,55, в два раза почти больше, чем у Байдена было, коэффициент, ну, серьезно. Но вот как показывает текущая реальность и действительность, пока что, опираясь на эти цифры, можно сказать, что Трамп не просто сохраняет какой-то шанс выйти победителем, у него вообще все есть для того, чтобы остаться в овальном кабинете. Ну, по поводу идей, сейчас, наверное, демонстрация уже пошла, видно? Да, да. Вот у меня индекс доллара, друзья, в прошлый раз я тем из вас, кто раньше все-таки не обращал внимания на американскую валюту, может быть, недостаточно получал аргументов, чтобы заходить в позиции, я рекомендовал отошку там в селл-стоп с уровня 93 пункта. Вот, кстати, эту идею я как бы продолжаю транслировать и дальше, потому что все-таки считаю, что неважно, кто одержит победу, будем говорить сейчас общими фразами, либо Трамп, либо Байден, я уже говорил, отмечал, что прежде всего нас будет интересовать то, как новый политик попробует помочь экономике в условиях пандемии, поможет он, конечно же, с деньгами, и это неизбежно должно сплассировать снижение курса доллара, потому что при стимулирующей политике американские облигации точно не смогут поднять головы, то есть показать какую-то хорошую доходность, без роста доходности американских трежеров, доллар не будет расти. Сейчас волатильность на индексе доллара даже на консервативном, таком консервативном инструменте, как индекс доллара, остается повышенной, но все равно он держится в диапазоне, никаких экстремумов серьезных не показывает. Думаю, что выше 94 мы уже точно не уйдем, и в случае, опять же, точнее, как только стихнет этот шумиха вокруг выборов, будет возможность поработать уже с определенными тенденциями, когда рынок сфиксируется уже на тех решениях, которые будут приниматься в новом президенте. Вот как раз я делаю акцент сейчас на повторное снижение индекса доллара. При отложке стоп-лосса можно поставить на отметку 93.50 и ждать уже снижения дальнейшего ниже 92 пунктов. И по золоту была тоже рекомендация с отложкой байлимита с уровня 1860. Я ее оставляю в силе, потому что думаю на определенных сценариях, при определенных сценариях, когда, возможно, кто-то из республиканцев, демократов поднимет вопрос о том, что нужно оспорить результаты в некоторых юрисдикциях, в некоторых штатах. Это спровоцирует всплеск волатильности. И вот как раз на этом всплеске волатильности можно попробовать сработать через указанную отложку. Сейчас локально золото снижается, хотя вот буквально еще несколько, скажем, часовых свечей назад было вплотную рядом с отметкой 1920. Сейчас котировки уже 1890. Если сработает отложка байлимит с уровня 1860, 1845 – это стоп-лосс. Ну и также, как и в прошлый раз, ждем отработки сценария от инвестбанков, которые я рекомендовал как сделку от Сити и Моргана, на движение выше 1950. Верю я в золото, потому что верю в слабый доллар. Опять же, на валюты сейчас не хочется смотреть, даже несмотря на серьезную волатильность, казалось бы, хорошие шансы и возможности заработать на таких движениях, но очень рискованно. Поэтому придержу лошадей, как говорится, до следующих наших с тобой совместных эфиров. Там, может быть, рынок будет менее хаотичным и более спокойным. Золото и доллар. Продолжаю за ним следить. Соответственно, идеи по ним. Слово тебе, Виталий. Хорошо. Ну, даже, скажем, эта фишка может еще долго длиться по поводу выборов. Это то же самое, как с Brexit. Этот победил. Ну, имеется в виду, все время какие-то взбросы, какие-то моменты будут. Поэтому сейчас сложный период для торговли. Может быть, фишка в чем? Рынок спокойный, спокойный. В момент какая-то новость выходит, там, ночью или обычно по США, да, вечером, по нашему вечеру. И может улетать туда-сюда. Поэтому нужно уменьшить объем, ставить всегда стоп-лоссы, потому что можно проснуться одним утром и, скажем, потерять очень много. Так, по поводу прошлых идей, сейчас их обсудим и что-то скажу по рынку на текущий момент. Итак, в прошлый раз у меня была такая концепция, что пока евро не обновлял вот этот минимум, который у нас был в сентябре, я еще говорил, что это может быть импульс, это все коррекция и мы уйдем наверх. Аналогично было по золоту, аналогичная ситуация вверх и по S&P вверх. Но, скажем, по золоту сейчас мы обсудим, почему я давал шорт. Итак, евро мы здесь покупали с небольшим стоп-лоссом за этот минимум. Оно, в принципе, неплохо выросло. То есть мы покупали где-то в районе 16-30. Мы сделали почти полторы фигуры. Неплохо сходили наверх. Ну, сейчас скинули. На текущий момент считаю, что идея неплохо отработалась. На данный момент аналогичная здесь похожая ситуация с индексом доллара. Зависит, как сегодня дневка закроется. Конечно, до закрытия дневки еще очень далеко. Только открытие европейского рынка. Если, скажем, закроемся с дневка с поджатием, то есть имеется в виду, что ее сегодня чуть-чуть подвыкупят где-то в этом диапазоне, то здесь еще существует, скажем, вариант ланга. Это будет локальный или глобальный. То есть это мы по времени посмотрим. Потому что вот если взять индекс доллара, вот тут он, в принципе, похож. Если его так будут зажимать, то здесь могут как-то дальше скинуть вот к этой очень хорошей трендовой. И дальше уже смотреть по факту, потому что сейчас такая неполная картина. А если сегодня евро будут подзажимать вниз, а индекс доллара где-то на хаях вот этих закроют, то скорее всего, что они дальше будут расти, то есть доллар будет расти по всему спектру рынка. Потому что вот есть также авторийский доллар, его скинули хорошо, зависит от закрытия дневки. И мне очень нравится этот новозеландский доллар со всего спектра. Если его вот так закроют, тоже под минимум дня, если еще ниже, то у меня такое ощущение, что здесь будет идти рост доллара по всему рынку. То есть мы будем вот это все накопление отрабатывать. И очень хорошее это на несколько фигур, как и по евро вниз, так и по другим инструментам. Поэтому сейчас у меня, скажем, нету торговых рекомендаций. Есть просто какое-то видение рынка. Оно сейчас неполное. Если в ближайшее время что-то нарисуется более понятно, я же говорю, зависит, как сегодня закроются дневки по вот этим инструментам евро, индекс доллара, доллар-франк. Там аналогично, кстати, как индекс доллара. Вот если будут подзажимать вниз, то вероятно будет доллар падать. Если наоборот, то дальше будет продолжение, думаю, роста доллара. Дальше. Что у меня еще было? Было золото. Золото, скажем, идея не отработалась, но она еще имеет, скажем, вариант отработки, потому что, как я уже сказал, видел по евро, по золоту, по S&P Long, а они себя отработали. Но я, скажем, сделал такую хедж-сделку на снижение золота. Оно просто, скажем, сделало более глубокую коррекцию вот в этом импульсе, который у нас был в конце октября. Я думал, что мы не покажем хай вчера даже выше, там, 1910. Думал, что сюда не уйдем. Ошибся. И сейчас аналогично. Если мы сегодня золото подзадаем вниз, то, в принципе, у нас существует вариант снижения в район, там, 1860, 1850 и, возможно, там, в район 1800. За этим нужно наблюдать. Пока не полная картина, но такое ощущение. Ну, и, в принципе, S&P, он хорошо подрос. Мы здесь можем еще проболтаться. Вот сейчас покажу вот такой треугольничек интересный. Давайте это все поудаляю, чтобы было более красиво. Вот такой треугольник. Вот, да, вот такой большой треугольник, он уже длится, там, первый месяц, второй, третий. Как раз в ноябре, я думаю, мы здесь проболтаемся и, по идее, должны выстроить, там, на перехай, там, исторически, там, выше 3600. То есть вот в таком ключе. Поэтому, я думаю, сейчас не должно быть какой-то суперволатильности по рынке. Будет что-то, какие-то вброс новостей. Будем там болтаться, болтаться. И потом, по идее, должны уйти по тренду. Конечно, если ситуация будет меняться, то уже будем менять свое мнение. Поэтому... Ну, да, посмотрим по факту тогда. Мы с тобой видимся дважды в неделю. И этого, в принципе, достаточно, чтобы эти тенденции все подмечать, вылавливать и, друзья, вам всегда рассказывать. Я так понял, ты все, да? Ты закончил? Да, да, пока все. Если будут какие-то там дополнения по рынку, я, если будет возможность, я всегда напишу там в комментариях. Пусть народ, скажем, кто нас смотрит, плюс пишет свои вопросы, свои пожелания и следит, если будет какая-то торговая идея, понятная, допустим, там, к концу сегодняшнего дня или там завтра утром. Ситуация, возможно, прояснится более детально. Там, пятницу на открытом микрофоне. Если что-то будет, буду снимать. Потому что вот такая волатильность. Получился стоп-лосс. Я тоже сам шортил золото. Я получил стоп-лосс, хотя писал тоже, как мы с тобой обсуждали в понедельник, лучше не лезть в рынок. И ребятам писал, что лучше не торговать. Ну, по желанию были идеи, но они, скажем, некоторые не отработались. Потому что рынок загоняли. Ну, бывает, ничего страшного. Стоп-лосс – это точно такая же практика, нормальная любого трейдера, как и тейк-профит. Стоп-лосс – мотивация, закаляет. И еще раз доказывает то, что все-таки мы не машины, мы принимаем решения, которые иногда бывают ошибочными. Виталий, большое тебе спасибо за твои комментарии. Рынок, конечно же, непредсказуемый, непростой. Самая лучшая рекомендация, даже несмотря на то, что какие-то сделки вам, друзья, сегодня рекомендовали, это вообще не лезть. Сейчас у него подождите, пока все успокоится. Ну, либо, если вы консерваторы, вы знаете, что такое… Не злоупотребляйте с загрузкой депозитов. Если вы торгуете с ключом не более чем 1 к 10, ну, тогда можете пробовать свои силы как раз через те рекомендации, которые мы давали. Виталий, я думаю, что к следующему нашему с тобой эфиру это понедельник, следующий рынок уже подустакавится, успокоится. Может быть, что-то интересное мы с тобой и найдем. Спасибо тебе. Классного закрытия. Удачи. Хороших выходных. Пока. Пока.